Меня зовут Джо Байден и я обещаю сделать жизнь в Америке хорошей. Давайте лизем мир. Эксперимент по созданию хорошего уровня жизни в Америке длится у Байдена уже 10 лет. Вместо этого деньги вливались в разгон мирных встреч обычных граждан внутри Капитолия. Разгон мирных встреч обычных граждан внутри Капитолия показывают чуваков в военной одежде. Но это он говорит про события, когда Капитолии вообще-то штурмовали. Залезли в кабинет президента, начали там вандалить, все снимать, короче, фотографироваться. Как вы поняли, он будет сравнивать сегодня Россию с Америкой и я, живущий в Соединенных Штатах Америки, мне есть что ответить. Я не собираюсь здесь отбелять Америку. В Америке много чего из того, что не нравится не только мне, а американцам. Тот, кто родился здесь, они являются самыми большими критиками этой страны, потому что им не с чем было сравнивать. Те, кто приехали сюда, да, они видят уровень свободы, богатства и так далее. Им все нравится, у них эйфория. Это больница Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Если посмотреть на название, будет понятно, что она в Санкт-Петербурге. Ну, точнее, не будет понятно, но она реально в Питере. Это город в России, по американским меркам очень небольшой, всего 5 миллионов человек. Это самое обычное, без... Я живу вроде как четвертом по размеру городе в Соединенных Штатах под названием Хьюстон. И 5 миллионов это дох** для Соединенных Штатов. Потому что Соединенные Штаты не кучкуются вот так вот, знаете, в даунтаунах. У нас даже понятия такого нет даунтауна. У нас все города даунтаун, имеется в виду. В России, в Украине. То есть у нас только высотки. Большая часть нашего городского населения живет в квартирах, в высотных домах. Поэтому, да, 5 миллионов для нас это много, а для них это очень много. Потому что большинство американцев живут в собственных частных домах. США так размазано, города так размазаны на километры, на сотни километров города размазаны. Потому что много территории занимает, когда каждому надо выдать участок, каждой семье. Бесплатная больница, в которую может попасть любой человек. Если вы на нее посмотрите, у вас могут возникнуть сомнения, потому что такого вы в Америке никогда не увидите. Обычная, самая обычная больница, в которой я был. Я, блядь, даже название забыл. Какой-то там Memorial Hospital, я уже не помню. Выглядела, блядь, точно так же, как... Ну, даже не точно так же. Она выглядела, как стеклянное здание, короче, такое, как офисное. Короче, выглядела чуть-чуть по-другому, но в целом так же. Сфоткаться в этой больнице и не показывать окна? У всех возникнет ощущение, что это фотка из отеля. Вау! Вы просто посмотрите, какие здесь холлы! Да только этого хватает, чтобы определить высочайший уровень больницы. Да-да-да, я уже заметил вот этот холл, вот этот красивый, типа, дизайнерский ремонт. И, сука, ларек, блядь, с пирожками. И так пахнет, блядь, Советским Союзом. Сразу же, сразу же. Испортить все вот это великолепие, которое придумали дизайнеры. Воткнуть туда этот ебаный ларек, какой ему-то коррупционеру захотелось бы денег там заработать. Чтобы вы понимали, в американской больнице я не встречал таких ларьков. Я не исключаю, что они есть в больницах, возможно, но я не встречал. Я не так-то в многих больницах был. Напоминаю, это все абсолютно бесплатно. И знаете, пока я смотрел больницы в России, мне все больше вспоминались больницы из Нью-Йорка. Посмотрите, даже подъезд к больнице в плачевном состоянии. Треснутый асфальт и лужи, а дырки в тротуаре латали, будто бы чисто, чтобы дыр не было. Ни х... себе, блядь, он показывает асфальт, в котором просто трещины, то есть, которые ни на что не влияют, ну просто трещины в асфальте, не ямы, блядь, трещины. Ты их даже не чувствуешь, если, блядь, на велосипеде едешь. И он говорит, смотрите, какой ужасный асфальт. По меркам, блядь, России, этот асфальт с него жрать можно. О чем ты говоришь, блядь? Ты думаешь, блядь, я не видел дорог в России, исключая там центральные улицы Москвы? Заборы уже заржавели, даже не было желания зайти внутрь. Или вот другая больница. Посмотрите на фасад здания. Какие-то непонятные разводы зеленого цвета. Видимо, это мох. А теперь просто сравните с фасадом обычной питерской больницы. Хорошо, теперь переходим немножко к фактам. Он взял одну из лучших питерских больниц. Он называет это обычной питерской больницей, но он врет. Это одна из лучших по отзывам и оценкам в Питере больниц. А теперь мы берем действительно обычную, неплохую, обычную питерскую больницу. Городская больница номер 26. Я вот прямо сейчас вам на карте показываю. Город Санкт-Петербург, городская больница номер 26. Давайте же посмотрим, как замечательно... Ой, как она модно, нововыг... Я бы не сказал, что вот та больница выглядит классно, которую он сказал, как вроде как обычная назвал. Ну, вот эту одну из лучших питерских больниц. Она тоже выглядит снаружи, с фасада, как ебанное гно, как бы, понимаете? Она только внутри, скорее всего, один холл выглядит неплохо. Но вы посмотрите, это обычно, это неплохая, то есть. Обычная советская постройка, да. Так вот, имейте в виду, что те больницы, которые он взял в Нью-Йорке, они тоже построены, ебаные, чуть ли не сотни лет назад. Зеленые... Ой, мои любимые зеленые... Какие же они классные. Знаете, зная, как выглядят российские больницы, я скажу, что я выбрал случайно, наверное, другую, самую лучшую, одну из питерских больниц, вообще существующих в Питере. Потому что вот эта комната выглядит, блядь, как одна из самых лучших палат, которые я только видел в российских больницах. Но опять-таки, посмотрите на это убожество. Какой чистый туалет. И вы думаете, блядь, я не знаю, как выглядят туалеты в Российской Федерации и в больницах, да? Даже нету ржавых разводов. Мы просто пиздец, наверное, уебали эти сотрудники просто. Смотрите, оценка 3,2. К сожалению, это единственное, что есть хорошее в этой больнице. Приемный покой ужас, столпотворение, неразбериха. Бомжи битые, резаные. Персонал просто не хочет работать, никого не дозовешься. Санитары отсутствуют, грязь, моча и кал на полу весь день. Но я дальше читать даже не буду. Вы прекрасно без меня знаете, что такое российские больницы. А это еще неплохая российская больница. Вы посмотрите на российскую больницу, блядь, в деревне. Возможно, я выбрал плохую больницу. Давайте посмотрим другую. Елизаветинская больница, город Санкт-Петербург. Смотрим фотографии. О, какое замечательное здание. От него пахнет, блядь, союзом нерушимым, понимаете? Который был нерушим, нерушим, да, блядь, разрушил сам себя в итоге. Это еще тоже, опять, это тоже хорошая палата. По сравнению с тем, что я видел, Питер просто это второй город после Москвы в России. Как бы тут еще, я так понимаю, коночки. Отзывы бессмысленно читать, да. Оценка 2,7 еще хуже, чем у той. Вот это обычные, это неплохие. Это были обычные санкт-петербургские больницы. Что же пишут обычные люди из обычного американского города об этой больнице? Я не знаю понять цель портала, когда врач не свяжется с вами в указанный срок. Я не понимаю, как вы беременны и должны иметь дело с отношением персонала. Это больницы, они должны быть... Он так читает, а так как будто, знаете, типа ничего нет, не ошибок. Как будто перевод вот так вот и должно звучать, блядь, смешно. Добрыми, а также более внимательными к ситуации вашей беременной. Мария, скорее всего, недовольна тем, что у нее лишний раз не спросили там «How you doing?» или там «Are you okay, man?» Скорее всего, что-то оно такое получило. А очень недовольна осталась ситуацией. Потому что в российской больнице, когда на тебя хуй положили, никто на это не обращает внимания. Люди начинают обращать внимание, когда, ну там, на тебя бомж насрет, знаете, или кто-то кого-то ножом прынет, или уборщица тебя шваброй стукнет, чтобы ты уебал с дороги, блядь, мешаешь работать. А может, это не такая уж и плохая больница, но это в России так. Причем, я же не защищаю, Нью-Йорк один из самых грязных городов Соединенных Штатов Америки. Он специально же, наверное, выбирал самую грязную в больницу в самом грязном городе Соединенных Штатов. И еще он выбрал именно ту тему, которая самая больная в Соединенных Штатах. Медицина. Она больная, потому что она очень-очень дорогая, даже для американцев. Медицинская страховка на одного человека будет в Соединенных Штатах Америки в месяц стоит столько, сколько вы на зарплате, скорее всего, в России получаете. И какой смысл записываться на прием, если врач никогда не приходит вовремя? Моя бабушка была очень больна, и ее отправили в этот больничный центр. Они сказали... Не буду защищать, может не вовремя, может вовремя. Я просто припоминаю свой опыт с больницами. В принципе, добиться чего-то, сука, хоть чего-то в больнице, в СНГ, это, блядь, большая проблема. Я могу говорить только за Россию и за Украину, но я думаю, это болезнь всех постсоветских стран. Ну, большинства из них. Я не говорю, чтобы тебя там обслужили и не нагрубили. Добиться хоть чего-то в этой больнице. Пытали, что у моей бабушки очень стабильное состояние здоровья. Я сейчас здесь, и я был здесь почти сделан отличный ремонт. К медсестрам претензий нет, очень заботливые. Еще и при больнице есть храм. В Нью-Йорке, если что... Он же сделал точно так же, как я, он только что взял и прочитал однозвездочные комментарии с американской больницей и четырехзвездочные комментарии с питерской больницей. Говорю, понятно, один хвалит, другой не хвалит. Это же разные звезды. Короче, я не знаю, кого он пытается обмануть, может и сам себя, но давайте, блядь, не будем рассказывать, что в государственной медицине в Российской Федерации что-то хорошо, вообще хоть что-то. Вот я не говорю, что что-то конкретно там плохо, что-то хромает, может врачи какие-то не очень хорошие или не очень внимательные. Вообще хоть что-то, хоть что-то хорошее. Но если вы думаете, что в США проблемы только с медициной, давайте посмотрим, что же там с едой. Самый обычный хлеб в обычном магазине стоит почти 6 долларов. Масло стоит 5 с лишним долларов. Понимаете, когда он говорит, что самый обычный хлеб в обычном магазине стоит 5.49, как бы, и называют это почему-то 6 долларов. Ну, может там налог еще считает. Налог вообще-то не изымается за еду, если он не знает, а он не знает, наверное, да. Российский аналог НДС не снимается. Сейлс так называется в Соединенных Штатах. Нету его на продукты первой необходимости. На еду, там, на дешевую одежду, там, на вот такие предметы первой необходимости налога нет. Никак в России 21% за то, чтобы просто пожрать. Или 22, 22. Во-вторых, ну да, есть, наверное, хлеб за 5 долларов. Не есть, не наверное, а есть точно. Я думаю, ты найдешь хлеб и за 20 баксов, если постараешься. Ну, я покупаю хлеб гораздо больше, чем вот эта вот картинка. То есть, там, буханка такая, и он стоит 3 бакса. И это хороший хлеб. Он свежеиспеченный. Пекут прям, кладут на прилавок, ты забираешь. То есть, только что испеченный. 3 бакса. Туалетная бумага стоит аж 12 долларов. 12 баксов туалетной... Где он такое вообще, блядь, нашел? Ты можешь хоть за 1000 долларов туалетную бумагу купить. Я думаю, ты найдешь где-нибудь на Амазоне, там, блядь, какую-то, я не знаю. Туалетную бумагу, которой пользовалась Ким Кардашьян. Ху** знает, блядь. Если ты не идиот, блядь, ты не будешь покупать бумагу за 12 баксов. Да, я имею в виду, 2 рулона. Хорошо, давайте мы остановимся на тех ценах, которые он здесь показывает. Хотя он, опять-таки, говорит, в США стоит столько же, блядь, в каком штате? В каком магазине? В каком районе? Это все будет отличаться. Оно может отличаться в 2, иногда в 3. Может в 10 раз отличаться цена. Сразу видно, что человек разбирается. Провел хотя бы один день в Соединенных Штатах. Ну, либо он просто тупо пропагандист. Давайте же посчитаем. Возьмем ту цену, которую он имеет в виду, и посчитаем. Средняя зарплата в Соединенных Штатах Америки 4560 баксов. Средняя зарплата в России 770. По курсу вот там у 60, там с чем-то. Сейчас, вы знаете, курс 84 уже. А теперь просто берем и сравниваем, сколько в процентах о доходах стоит масло. 5.29, ту цену, которую он указал, за которую ты не будешь покупать масло в Соединенных Штатах. Но, тем не менее. 0.12 от месячной зарплаты. 0.12%. Россия, доллар 72, это та цена, которую он указал, 0.22% от месячной зарплаты. То есть, россиянину масло, которое стоит в трижды дешевле, все равно обходится в дважды дороже. В трижды дешевле, в дважды дороже умножается в 6 раз, американец получается богаче. Да, если в пересчете на масло, которое слишком дорогое по его оценке. Да, то есть, все настолько плохо, даже если преувеличивать цены в Соединенных Штатах, все равно, б***, россиянин остается в б***е. Хотя, по сути говоря, вот кроме еды, в Соединенных Штатах есть много того, чего дешевле, чем в России, допустим, машины. Вы знаете, сколько G-Wagen стоит, ну это G-Wagen, G-Wagen сколько стоит в России? 400 тысяч баксов. Я постоянно про этот G-Wagen говорю, потому что мне нравится эта тачка. В Соединенных Штатах этот же G-63 недавно подорожал на 20 тысяч долларов, и сегодня уже стоит 170 с чем-то тысяч баксов. Разница больше, чем в два раза, а это, б***, огромная разница. И я не отрицаю, что жизнь в Соединенных Штатах, в принципе, стоит дороже. Тут многое за что приходится платить, за что в России платить, в принципе, не принято. Ну и зарплата же, б***, не 770 долларов по самым лучшим оценкам в среднем. То есть, скорее всего, там, баксов 400, б***, по стране средняя зарплата. И особенно взять на нынешний курс 83 с половиной. Объясняю, есть какой-то сервис, и ты за него платишь. Но помимо этого, ты сверху еще доплачиваешь. В среднем 20%. Это у них еще и считается хорошим тоном. Предположим, ты пошел в обычную нью-йоркскую бургерную, где жарят бургеры с крысами. Жареные крысы, это у них традиционная еда. Из какой пещеры вылезла эта ч***? Жареные крысы, это у них традиционная еда. Это сняли на видео, вот он видео показал. Потому что это традиционная еда, или может потому что люди были в шоке, б***, что чувак жарит крысы, продает их. Нет, это не традиционная еда. Я в жизни, б***, не видел здесь жареных крыс. И я был в Нью-Йорке, я не видел там жареных крыс. И ты должен заплатить сверху еще 20%, иначе тебе не отдадут заказ. Во многих онлайн с... Ни х***, вот это он заливает, б***, вот это конечно. А его смотрят вообще, я просто не посмотрел. У него там, б***, 151 тысяча подписчиков, 55 тысяч просмотров. Комментарий первый. Раньше мне казалось, что мы живем ужасно, но сейчас почему-то кажется, что у них так уж плохо. Походу для этого создан ролик. Те, кто действительно живут ужасно, почувствовали себя немножко лучше, потому что в Нью-Йорке вроде как национальное блюдо, или как он сказал, традиционное, это жареные крысы. Понятно, на какой контингент работает, чувак, то есть вот это п***. Отдадут тебе заказ, б***, ты что еб*** ты, б***? Да, это считается правилом хорошего тона в ресторанах. Приди в какой-нибудь Баффет, в котором ты можешь набирать этот шведский стол, по-вашему, называется, то есть никаких чаевых тебе там платить не надо. Приходишь, б***, в дорогой ресторан какой-нибудь, да, тут так принято оставлять чаевые, иначе тебя спросят, чем ты недоволен, потому что не оставляя чаевые, ты показываешь недовольство сервисам. Но никто не будет бить тебя по животу, чтобы у тебя, б***, чтоб ты выбривал всю эту еду, которую только что сажал, уже это за бред. С***, такой смешной чувак. Он же, посмотрите, сидит вот в этих своих обоях, которым лет 30, я не знаю, он, б***. Гирлянды сзади повесил, потому что у него нет денег, нормальное освещение, б***, купит. На него светит какая-то желтая лампа, скорее всего, настольная. Он снимает себе на дерьмовую камеру, и, б***, он рассказывает, как в Нью-Йорке, б***, жарят крысы, все ху**о, понимаете, на чем? И посмотрите еще на него. Мне больше всего нравится его кофта, очень модная. Нельзя платить без чаевых 12, 20, 30 и другая сумма. Разве это нормально? Да, б***, нормально, и вообще слово нормально зависит от времени и от общества, как бы. Если для Соединенных Штатов оставлять чаевые в дорогих ресторанах, это нормально? Потому что это составляет большую часть заработной платы этих официантов, и все это знают. Поэтому такая традиция обосновалась. Я просто пытаюсь объяснить, почему мне тяжело отвечать на эти сравнения, потому что это просто п***, сравнивать эти две страны. И вы понимаете, что нельзя сравнивать самую богатую страну на планете со страной третьего мира? И причем еще можно было как-то сравнивать до того, как Россия окунулась в страну третьего мира. Знаете, когда страна второго мира, типа бурно развивающаяся государство, коем Россия и была, до того, как Путин ее втянул в эту войну, из-за чего Россия стала страной третьего мира. Но это как бы просто очень сложно, имейте в виду, что я просто не могу это нормально комментировать. Подумайте, а часто ли вы ездите на общественном транспорте? Согласитесь, по большей части это удобно, потому что тебе не нужно как минимум... Никогда. Не ездил на родине, не езжу здесь. Ненавижу общественный транспорт, презираю. Ладно, не презираю, это действительно, может, это удобно, может, для кого-то. Вообще не согласен с вопросом, что это удобно. Это никогда неудобно. Там сидят все с хмурыми ебанами, чихают, кашляют. Там, если где-то эпидемия гриппа какая-то идет, ты, если ты ездишь в этом общественном транспорте, ты, сука, заразишься, оно того не стоит. Ну да, типа, если ты бедный, у тебя нет выбора. Нужно как минимум искать место для парковки. Ты не платишь за бензин и за обслуживание автомобиля. Ты платишь за бензин просто, ты платишь за часть бензина. Не надо искать место для парковки. Ну, оно понятно, что, как бы, если ты живешь в Москве, может, с этим и проблемы, или там, в Киеве. Просто, допустим, если он сравнивает, опять-таки, США, в США рядом с каждым заведением, я уж не знаю, во всех ли штатах, но точно в большей части, по закону, парковочного места должно быть в два раза больше площади этого самого помещения. Ну, короче, парковок всегда хватает всем здесь. Здесь нет такого, что ты не можешь найти парковку. Я ни разу с таким здесь не встречался. Главный плюс транспорта в СНГ то, что он относительно дешевый. Что же происходит в Америке? А на транспортом заоблачные цены. Вдумайтесь, в Питере цена на метро всего 70 рублей. В Нью-Йорке это 2,75. То есть, практически 230 рублей. Возвращаемся к 770 долларам по самым оптимистическим оценкам в средние зарплаты в России и 4,5 тысячам долларов после вычета налогов в средние зарплаты по Соединенным Штатам Америки. Эти цифры уже не становятся такими уж большими. Но! Добавляем здесь тот факт, что общественным транспортом в Соединенных Штатах Америки пользуются люди в одном единственном городе. Нью-Йорк. Не потому, что им так хочется и он такой удобный, а потому, что этот город очень старый. Из-за этого он не спроектирован под машины. И плюс, это один из самых густонаселенных городов на планете. Там тупо б***ь проб. 230 рублей за метро. А если я вам покажу, как оно выглядит, вы даже не поймете, за что тут платить. Посмотрите на этот вход. Я бы даже не подумал, что это метро выглядит, как обычная подземная парковка. А теперь сравните с метро в Питере. Метро вот это все. Железная дорога. Они летают на самолетах. Да, я знаю, что вот это вот еще любят они сравнивать. Упадок железных дорог здесь. Именно пассажирских перевозок. Потому что с грузовыми все в порядке. Типа пассажирские отмирают. Да потому, что ты можешь 40 баксов заплатить, а иногда и бесплатно. Потому что здесь по кредитным картам можно билеты бесплатно получать. Ты можешь тупо бесплатно за один час перебраться с одного конца страны в другой конец страны. Ты не хочешь ехать 3 дня на поезде, который двигается 60 км в час. Ты полетишь на самолете. Ну мы же не будем сейчас обсуждать, да, что творится с российской авиацией после 24 февраля 2022 года. Что, я бы в российский самолет не захотел бы сесть. Мне как-то было бы страшно. Что ж, как видите, коррупция в США на самых разных уровнях. Начиная от обычных магазинов, заканчивая многомиллиардными домами Байдена. Многомиллиардными домами Байдена, это интересно, что он имеет в виду. Потому что, если брать в собственности Байдена, Байден не миллиардер, он миллионер. У него есть просто дома, которые он реставрирует и перепродает. Точнее, это им занимается вроде как его жена. Но мы этого не позволим сделать. Нью-Йорк, Америка в целом, может выйти на достойный уровень. На уровень, на котором живет Россия. И это не мечта, это цель, к которой мы обязательно придем. Как видите, снимать такие ролики несложно. Просто берешь информацию и подгоняешь ее под свои мысли. Ну да, действительно. Только ты рассказал сплошную чушь. Несоответствующую реальность. Вообще, то есть, ты просто придумал. Ты рассказал свои влажные фантазии, свои сказки. В первых, он сразу говорит. В рамках своей программы я сокращу военно-полицейский бюджет. И в два раза увеличу расходы на здравоохранение. Но вот он и сделал так, чтобы пострадала другая структура. Выходит, если реализовать его идею, люди в будущем будут жаловаться на полицию. А армия будет еще менее боеспособной. Сделать российскую армию еще менее боеспособной, это, наверное, сложно, но это полезно. Чем менее боеспособная российская армия, тем лучше будет житься с ума России. Потому что я слабо себе представляю, знаете, что сейчас Казахстан такой, встает всей ордой, садятся на коней и на Россию. Я не знаю, может это как-то по-российски прозвучало, почему-то у меня казахи почему-то с монголами ассоциируются. Ну, может, потому что и те и другие немножко азиаты. Ну, точнее, казахи частично азиаты, монголы 100% азиаты. Хорошо, садятся казахи на свои танки и на Россию-матушку захватывать Москву. Или Беларусь, Лукашенко такой, ставит под копье всех. Они садятся опять на конях, картошку. Шучу, короче, ладно, на свои танки садятся, едут захватывать Москву. Очень сильно себе, как-то себе тяжело представлять. А вот это НАТО, вот эти все, вот эти, НАТО завоюет, НАТО помогите. Там, где сейчас НАТО, там меньше всего войск. Вот это все, что можно сказать о том, как Путин боится НАТО. Он убрал все свои войска с границами, там, где стоит НАТО, потому что они там не нужны. Потому что НАТО никогда в жизни не нападет на Россию. Никогда. Я могу один представить какой-то сценарий, когда Россия все-таки ядерной боегловкой ебанит куда-то. Если там еще эта ядерная боегловка, хоть одна осталась в этой России. И вот тогда вот, может быть, с большим скрипом, через три года, бля, они там согласуют, и пойдут как бы разоружать Россию от ядерного оружия. Может быть. Знаете, не мне решать, наверное, за россиян, я бы выбрал отсутствие армии полное. Не будь армией, не будь всех этих санкций, живи вы лучше. Спасибо, что смотрели, всего хорошего.